Тема моей презентации – это национальные особенности образовательных программ в разных странах. Почему я решила говорить об этом, ну как бы мне дали эту тему, и я уже, как по-русски говорят, собаку съела немножечко на этом, делая свою магистрскую диссертацию, диссертацию не назвать, тезис, так сказать. Началось все, именно профессиональное образование в музыкальной терапии началось в Соединенных Штатах. Первый университет был Michigan State University в 1944 году. К сожалению, эту программу уже закрыли недавно. И, как вы видите, последующие программы, сразу же они буквально в 4 года открылись в разных университетах. И в 1950 году национальная ассоциация была организована, в 1971 была другая ассоциация. Это вот мы как раз с Мелиссой говорили, она сказала, что в Испании 57 ассоциаций сейчас, но в Америке было две. И они объединились только в 1998 году. И до сих пор еще существуют какие-то трения. То есть это, о чем говорит, в человеке заложена, наверное, политика, многомнение. И все равно нужно найти какой-то определенный пункт соприкосновения, точку соприкосновения, и вот от этого идти. Это очень важно. Зарегистрированный музыкальный терапевт именно как звание началось с 1956 года. И сейчас существует, по последним данным, 68 программ, утвержденных именно Американской ассоциацией. Бакалаврские 68, 33 магистратуры и 9 докторантур. Ну и стандарты клинической практики, они очень такие достаточно высокие. И именно по этим стандартам определяется соответствие каждой программы. Есть как государственные, так и частные. Но они должны соответствовать этим стандартам. Программы образования строятся на блоках. Это блоки психологии и психопатологии, анатомии, физиологии, нейроанатомии. В последнее время все чаще во многих программах присутствуют. Это, естественно, музыкальный блок, потому что музыкальные терапевты должны быть музыкантами. Музыкально-терапевтические блоки, в которые входят история, теория и направления музыкальной терапии. Навыки работы с людьми разного возраста и различных состояний, так сказать, на теории и практике. Это обязательно 1200 часов клинической практики с супервизией, не меньше. И важно сказать, что различные направления присутствуют в Америке, как и в других странах тоже. То есть есть какие-то школы именно с одним направлением. Вот работают, например, в Нью-Йорке это только Нордов Робинс. В Колорадо-Стейт, где я училась, это на тот момент был с Майклом Таутом только неврологическая музыкальная терапия. Сейчас они все равно следуют этой неврологической музыкальной терапии. Но и это более такой, ну, флексибл идет уже. Не настолько грубо, вот только по этой линии мы идем. В Канаде, как вы видите, началось это все гораздо позже. В 1976 году была первая образовательная программа в Ванкувере. Она до сих пор существует уже, не как Капеллана Колледж, а университет. Образование ассоциации было в 1977. И требования в Канаде у нас точно такие же, как в Америке. То есть та же программа, ну как, программы, они не одинаковые, но они должны соответствовать тем же стандартам. Ну и направления тоже есть, например, в Антарио. Они идут более как психоаналитические, я бы сказала, музыкальная психотерапия. А в других школах, в университетах там и эклектика существует, и поле, и модальность. В Европе первая образовательная программа была в Вене в 1959 году. И сейчас там существует очень много программ, но Европа, она как бы, так как много стран, и существует много разновидностей этих программ. То есть если мы говорим о Англии, там все под одно, точно так же, как в Америке, да, все у них одинаково построено. Ну я бы сказала, что более одинаково, там идет более такой психоанализ, да, психодинамика, импровизационные программы более развитые. Неврологии там нету, неврологической. Есть? Появляется. Появляется, ура! Ну да, вообще там, ты же учишься там. Вот, на юге Европы я знаю, что до сих пор существуют краткосрочные курсы, то есть это, я бы сказала, то, что существует сейчас в России, музыкальные терапевты, без именно университетского, бакалавриатского или магистрского образования. В Прибалтике это тоже, в Литве я знаю, что было, сейчас вроде бы ничего нету. И в некоторых странах, вот в Северной Европе, в Германии, в Великобритании, там магистратура, там начинается именно с магистратуры. В Южной Америке, ну, именно бакалаврские программы начались с Аргентины, сейчас есть в Бразилии, в Уругвае, и, как вот вы видите, там 8 семестров плюс клиническая практика. То есть это именно бакалавриат у них. В Юго-Восточной Азии тоже интересная ситуация в Индии. Там есть, как говорят, endorsed программа, которую поддерживает Всемирная Федерация, и есть множество программ, которые, ну, я бы не сказала, у которых свои стандарты. В Таиланде есть единственная магистратура, которая открылась в Бангкоке в 2013 году. И что вот интересно, в Юго-Восточной Азии у них нет, не было на тот момент, когда они открывали программу, у них не было своих музыкальных терапевтов именно с образованием. Либо они были с образованием из-за границы. Дина Регистер из Америки, она помогала образовывать эту программу в Таиланде. И сейчас у них уже есть, они доучились, и они сами уже преподают, те ее студенты, которые начинали в 2013 году. Я знаю, что в Индии Сумати Сундар, она у нее идут, как бы, она вместе работает с европейскими музыкальными терапевтами, возможно, с американскими, я не очень уверена, но с Европой так точно, с Кремсом и с Веной. Либо это идет онлайн, и они приезжают несколько раз в году или, может быть, раз в год уже на какие-то такие очные курсы туда. В Западно-Тихоокеанском регионе, это Китай, Южная Корея, Япония, тоже существуют свои программы. Как мы видим, в Южной Корее их много достаточно. В Китае тоже есть государственные программы, есть частные. Тоже, как мне китайцы говорили, в частных программах, в частных университетах мы не уверены в стандартах образования. В Японии тоже множество программ, но японцы, у них идет бакалавриат, а потом они имеют право со второго курса начинать магистратуру или со второго года там как-нибудь в Австралии. Ну, Австралия и Новая Зеландия там тоже свои существуют, и идет магистратура, только магистратура. Значит, общее требование к программам. Бакалавриаты идут по стандартам США. Вот из всех бакалавриатов, которые я смотрела, в общем-то, идут стандарты американские. Там есть вступительные экзамены, нужно сдавать какие-то музыкальные требования. В магистратурах же либо это наличие бакалавриата по музыкальной терапии, либо какие-то смежные области, профессии, психология, социология, образование, музыканты. Обязательно умение играть хотя бы на одном инструменте, петь, импровизировать и аккомпанировать, что очень важно. Какие существуют различия? Естественно, теоретические модели в каждой стране разные и между странами. Требования к музыкальным знаниям разные. Где-то они более важны, где-то они менее важны. Формы обучения тоже есть, либо традиционные посеместровые, либо модульные. Требования по общим часам клинической практики отличаются от 1200 в Америке и в Канаде до каких-то 200 или 300 часов в других странах. Использование инструмента и голоса тоже отличается в разных странах. Где-то поют, где-то просто играют. И музыкальный материал, естественно, отличается в каждой стране, потому что есть культурные какие-то различия. Ну и здесь библиография – это то, что я использовала в поддержку. Это Американская музыкальная терапевтическая ассоциация, Европейская и, естественно, World Federation of Music Therapy.